А ну мы близимся к финалу уже. Вы знаете, мне очень повезло. Я имел счастье сниматься у Леонида Йовича в двух последних его картинах в частном детективе или операция-кооперация и на Деребасской «Хорошая погода». Очень много историй могу рассказать, но сейчас не буду, уже время позднее, я понимаю. Только одну. А дело в том, что когда Леонид Йович приехал в Америку для того, чтобы выбирать натуру, ему предложили попробовать американскую артистку на роль, собственно, Мэри Старр. Если кто-то помнит этот фильм, там был суперагент КГБ Федор Соколов и суперагент ЦРУ Мэри Старр. Наумов, кстати, посоветовал, говорит, когда был 90-е годы, начало 91-го, надо взять какую-то иностранную звезду, будет хорошо, привлечет дополнительный интерес публики. Леонид Йович решил действительно попробовать, почему бы и нет, и пригласил на 10 утра артистку Келли МакГрилл, которая, собственно, сыграла в этом фильме потом. А на 11 утра ему предложили другую артистку посмотреть. Предложил Юрий Волгович, который был соавтором сценария этого фильма. Сказал, что мало того, что она замечательная, прекрасная, неотразимая, блистательная артистка, хотя и молодая, ей было там 16, по-моему, 17 лет, но она еще немножко говорит по-русски, потому что у нее мама русская, она вообще корни наши. А на что сказал Галдайин, ну да, хорошо, давайте посмотрим. В 10 утра пришла Келли МакГрилл, он ее утвердил, тут же сказал, все, спасибо, у нас есть артистка. На что ему Волгович говорит, слушайте, ну вы же на 11 часов, мы же уже вызвали артистку, вы же хотели посмотреть, она же по-русски умеет говорить. Говорит, а как ее зовут? Он сказал, ее зовут Мила Йович. На что Леонид Гайдай сказал, знаете, для одного фильма двух Йовичей будет многовато. И не посмотрел эту актрису, и в результате практически, можно сказать, мы потеряли для этого фильма. Это могла быть стартовая большая роль для Милы Йовича, но не сложилось, не случилось. Если вы давно не смотрели фильм, я прошу обратить внимание на заключительные титры. Там объявлена благодарность Дональду Трампу. Я сейчас не шучу. Дело в том, что когда мы снимали в Америке, в Атлантик-Сити, в казино Тадж-Махал, Дональд Трамп, владелец этого казино, по сегодняшний день дал возможность снимать нашей российской группе три дня бесплатно. То есть бизнесмен, предприниматель, вы понимаете, что первый закон бизнеса – извлекать прибыль из всего, что возможно и невозможно. Он же тогда был дальновидным, понимал, что надо дружить вообще с Россией, понимаете? Все как-то к этому идет, заметьте. Постепенно налаживаются отношения. Вот, мало того, он попросил Гайдая через своего помощника какую-нибудь маленькую роль ему дать. Ну, какой-нибудь эпизод, но хоть без слов. Ну, все-таки он же любил когда-то это дело. Он такой медийный человек. На что Гайдая ему через своего помощника ответил. Знаете что? В моем фильме снимается Леонид Куравлев. Андрей Мехков. Армен Джигарханян. Дмитрий Харатян, в конце концов. И кто такой-то Дональд Трамп? Почему я должен этому человеку, мало кому известного, понимаете, давать роль? И сам сыграл, если вы помните. А есть такой эпизод. Это, кстати, стал последним, ну да, можно сказать, последним его кадром при жизни. Он сыграл такого сумасшедшего старичка, которого выносят на руках два полицейских с отломанной ручкой от этого однорукого бандита. Ну, короче, пересмотрите фильм. Мне кажется, вы получите удовольствие. Продолжение следует.